Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзияев провел совещание, посвященное реализации постановлений и программ, принятых с целью реформирования деятельности Государственного комитета по архитектуре и строительству, а также вопросам ценно-строительные материалы на внутреннем рынке. На совещании президент Шавкат Мерзияев детально остановился на целом ряде важнейших вопросов, связанных с развитием сферы. Это совершенствование деятельности Государственного комитета по архитектуре и строительству, подготовка специалистов для отрасли, внедрение передового зарубежного опыта, оптимизация системы производства строительных материалов и недопущение необоснованного завышения цен на них. Нужно особо отметить, эта система находится на постоянном контроле президента, ведь со строительной сферой напрямую связаны жизнь и судьбы простых людей. Масштабное строительство, благоустройство, созидание. Примета нашего времени. Налицо увеличение объемов возведения различного рода объектов. В рамках принятых целевых государственных программ и реализации поручений Шавката Мерзияева, озвученных в ходе рабочих поездок в регионы, на местах возводится множество объектов гражданского и социального назначения. Так, по поручению президента в городе Ташкенте, приступили к строительству современнейшего международного делового центра Ташкент-Сити. Здесь, на основе самых передовых, проектных и архитектурных решений, будут построены жилые здания, офисы, бизнес-центры, развлекательные комплексы, объекты инфраструктуры, аккумулировавшие национальные и современные тенденции, другие сооружения. На основе подобной концепции возводится и центр Самаркан-Сити. Кроме того, совершенно новые решения обозначены в плане возведения административного центра столичной области города Нуравшон. Здесь будет использован передовой мировой опыт. Генеральный план разрабатывается признанными в мировом масштабе профильными зарубежными компаниями. А для создания максимально комфортных условий для людей, приятного досуга, развития объектов культурной инфраструктуры, с начала этого года только в городе Ташкенте разбиты экопарк, парк Дуслик и Ашхабад. Кроме этого, активными темпами ведутся строительно-монтажные работы по реконструкции национального парка Узбекистана и строительству нового парка Навруз, аллеи литераторов. В соответствии с современными требованиями градостроительства возведены объекты в память о первом президенте Республики Узбекистан в Ташкенте и Самарканде. Продолжается работа по возведению в Шахан-Тахурском районе столицы мавзолея Сузукота, Центра ремесленничества и Центра исламской культуры. В мае текущего года были кардинально изменены организационные структуры и пересмотрены задачи Государственного комитета по архитектуре и строительству. На заседании отмечена значимость обеспечения ведущей роли сферы в росте экономики, обеспечения работой людей, необходимость развития отрасли на основе современных требований, повышение качества строительных работ. Наряду с достигнутыми положительными результатами на совещании было подвергнуто критике деятельность Государственного комитета по архитектуре и строительству и его руководителей. В частности, большая часть нормативных актов в сфере градостроительных правил и строительных норм устарела, находятся на уровне прежних времен. Выполнение данных поручений по приведению этих норм в соответствии с современными требованиями конкретных результатов достигнуто не было. Абсолютно не отвечает должным требованиям состояния дел в сфере разработки генеральных планов городов, архитектурно-планировочных проектов в селах. Из 1200 городов и поселков генеральные планы имеются лишь в 207, 17%. В результате этого в городах и районах все еще наблюдаются случаи самовольной и беспорядочной застройки, что приводит к ухудшению облика населенных пунктов. Вместе с тем особо отмечалось, что все еще не сформированы профессиональные строительно-подрядные организации, имеющиеся материально-техническая база и финансовые ресурсы не позволяют обеспечивать все более растущие объемы строительных работ. В объявленном Всемирном банком рейтинге Узбекистан занял 135-ю позицию по выделению земли и получению разрешения на строительство, что является очередным доказательством необходимости ускорения реформ в сфере. На совещании к Государственному комитету по архитектуре и строительству поручено совместно с соответствующими министерствами и ведомствами разработать программу по обновлению и оптимизации градостроительных и строительных правил, обеспечить ее полную реализацию до конца 2018 года, разработать и внести на утверждение правительства новую трехгодичную программу по разработке и утверждению генеральных планов населенных пунктов. На первого заместителя премьер-министра Республики Узбекистан возложена задача совместно с соответствующими министерствами и ведомствами разработать и утвердить проект правительственного решения по оптимизации и обеспечению прозрачности действующих норм по выделению земли, проектированию и выполнению строительных работ. Участникам совещания даны соответствующие поручения по разработке комплекса дополнительных мероприятий по развитию строительно-подрядных организаций, обеспечению их оборотными средствами. В сегодняшнем совещании президента была критически анализирована вся работа строительного комплекса, указана на отдельные недостатки, над которыми мы должны работать. Это сегодня качество проектной смертной документации, оптимизировать наши объекты, которые сегодня должны в первую очередь отвечать функциональности этих зданий. Поднятие профессионального уровня работников Государственной тематуры и архитектуры строительства по комплектации кадров. Очень большое внимание президенту уделено качественно строительству социального жилья в сельской местности, в городах, для силовых органов, а также социальных объектов, в которых идет масштабная работа по реконструкции и новое строительство. На совещании детально был рассмотрен вопрос возведения доступного и удобного для людей жилого фонда. Прозвучало. В 2017 году в соответствии с программой по строительству сельских массивов доступного жилья на основе обновленных типовых проектов строится 15 тысяч подобных домов. На их возведение выделено 2 триллиона 35 миллиардов сумм. Кроме того, в соответствии с поручениями, озвученными руководителем страны в ходе посещения регионов, с учетом пожеланий людей и потребностей в жиле, в текущем году ведется работа по строительству дополнительно 4 610 типовых домов. На эти цели выделено 574 миллиарда сумм. В настоящее время уже полностью завершено строительство 10 431 дома по сниженной стоимости. Для приобретения подобного жилья нуждающимся семьям выделено льготно-кредитным сроком на 15 лет на общую сумму свыше 1 триллиона 620 миллиардов сумм. В 2017 и в городах республики на основе типовых проектов возводится 191 многоэтажный жилой дом. Всего 7 919 квартир. Из них 102 дома в столице, в Сергилийском районе. Это 4088 квартир. Для их приобретения нуждающемуся населению и молодым семьям предоставляются льготные кредиты на 20 лет в объеме 751 миллиарда сумм. В настоящее время завершены работы по возведению 70 из них. В том числе 4 9-этажных, 162 квартирных в городе Ангрени столичной области и 66 многоэтажек в Сергилийском районе Ташкента. По всем адресам справили новоселье. В 2018 году намечено возведение 365 многоэтажек или 15 172 квартир. Руководитель страны поставил перед нами задачу еще раз повысить качество, рассмотреть вопрос улучшения работы строительных организаций в целом по республике, их увеличить, улучшить базу и войти в нормальный ритм, чтобы мы эту работу продолжили на темпе. Потому что чем в прошлый год, в этом году объем увеличивается и на будущие годы. Поэтому перед нами стоят очень большие задачи по подготовке площадки, по подготовке проектов и документации, по комплектации необходимыми материалами и изделиями. На дети мы будем работать. Также поставлена президентом задача, чтобы мы рассматривали вопросы по изготовлению строительных материалов, распорядить вопрос с опережением строительства коммунального отрасли, это имеется в виду вода, энергии, газ и так далее. На первого заместителя премьер-министра республики Узбекистан, руководителей инжиниринговых компаний Кшо Курулиш Инвест, Уш-Шахар Курулиш Инвест, а также Хакимов областей возложена персональная ответственность за сдачу указанного жилья в установленные сроки. На совещании серьезной критике подвернута ситуация, связанная с ростом цен на строительные материалы. В частности, цемент, жженый кирпич, строительное стекло, щебень, песок и другие нерудные материалы. Наблюдающаяся спекуляция на данном рынке. Первому заместителю премьер-министра, председателю компании Уску Рылиш Материал Лары поручено разработать и обеспечить реализацию постановления правительства, предусматривающего меры по резкому увеличению производства строительных материалов, установлению системного мониторинга за тем, по каким ценам доставляются продукции потребителям, а значит и предупреждению необоснованного завышения цен, полному удовлетворению внутреннего спроса и обеспечению экспорта.